Поднять его вот так. А вот так вот держать, поднять. А шею вот так. А сейчас не можешь, да? Сейчас могу. А сейчас где болит? Здесь. О, где болит, да? Хорошо. А когда вы сидели, отпустил его уже. Нет, я вот здесь пока стрелял. А так сейчас стрелял. Вот это то. Ну, друзья, я говорю, здесь присутствие Господа. Когда мы говорим, когда мы активируемся, возбуждаемся им, это сразу начинает проявить. Сарство Божье начинает, как это слово, генерировать. Знаете, как ты попадаешь в электрическое поле. Такое действие происходит. Еще ступня какая-то, не мел. Так ты, в общем, истилен уже. Болит там или нет? Да. Спасибо, истилен. Проверяй. Болит или не болит? Не болит. Не болит. Только чтобы секунду назад болело. Это, я вам, знаете, просто показываю, это тоже один из методовых действий. Ну, знаете, я увидел один момент. Даже дело не в том, что я берешь вот так. А важно вера. В этот момент, я настолько убежден, что сейчас, вот знаете, как будто сидит какая-то зараза. Это ее, она пошла отсюда. Раз, истел. Но на самом деле, действительно, это действие духа. Практически на 70% вот эти ощутимые болевые симптомы, это сидят буквально бесы. Идят. И люди ходят и носят их, и пытаются их вылечить, бесов. Нет, здесь надо трава. Вот если так начнешь делать, то увидишь, как будто три инцеления будут у тебя. Я серьезно говорю, сколько людей уже эти используют, получается. Все, от пина не болит? Нет, не болит. Ну, давай ногу поделим. О! 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 Хорошо. Хорошо. Нет. Хорошо. Я вам покажу еще один метод. Ну, вот мы можем заметить, что здесь как будто бы оно плечо чуть ниже, чуть ниже. Да. Да. Есть метод хантеров. Кто слушал такое? Ну, может, здесь уже не один. Не раз. Поэтому, знаете, этот метод очень хорошо демонстрационный. Особенно неверующим родственникам, неверующим людям. На датах, когда ты просто говоришь, что-то там происходит, не совсем заметно. Происходит, не происходит, непонятно. Но когда это как действие, то это заметно ощутимо. Что в этом случае надо, поднимите руки вперед, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вы тянете на человека перед собой, он вытягивает руки максимально, вы связываете руки. Вы видите, вы видите, что есть разница, да, как будто эта рука, она выступает над этим. Так действительно проверяет по состоянию спины и шейного отдела. И во время этого действия можно увидеть, как Бог исцеляет шею и спину, выравнивает колезы и так далее. Вот, мы так чуть-чуть раздвигаем руки и говорим, Господь, спасибо Тебе за то, что Ты исцеляешь. Спасибо Тебе, Иисус, прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, позвоночек, спина, шея, выровняйтесь, колес, выйди вон, именем Иисуса Христа. Прямо сейчас, правая рука, правая рука, выровняйтесь, выровняйтесь, двигайте, 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 еще быстрее, 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 еще быстрее. И когда мы посмотрим, то что произошло, то я не дотрагивался, просто что-то, да, будто что-то вытягивается. На самом деле этот скелетный сустав выравнивался. Господь, спасибо Тебе, сейчас полностью руки идентичны друг к другу. Спасибо Тебе, Иисус, спасибо Господь, полное восстановление. Господь, благодарю Тебе, спасибо, спасибо Господь. Опять, выравнивалось. Опускайте руки, опускайте руки, тряхните. Как сейчас шея, спина? Шея нормальная. Шея вообще прекрасна. Я вас уже видела, но не могла никак. Что-то начало происходить. И происходит это сверхъестественно, друзья. Под средством действия силы Божьей. Слава Богу. Господь, спасибо Тебе. Ваши даже плечи уже подровнялись. Спасибо Тебе, Иисус. Во имя Иисуса Христа. Сейчас плечи, станьте одинаковыми. Левое плечо поднимайся, правое опускайся до конца. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе. Проверьте плечо. Все хорошо. Аллилуйя. Слава Богу. Хорошо, друзья. Вот еще один метод. Берите человека за ручь. Я уже позавчера рассказывал, показывал, что знаете, когда ты берешь человека вот так вот за руки, это показывает о твоей состоянии духовной готовности что-то передать. Это как бы молитвенная позиция, что сейчас ты будешь что-то совершать в действии. Ты это понимаешь сам сознательно. И Бог, Дух Святой, видя твою готовность, видя твою веру, ожидание, через это, как будто бы через канал какой-то невидимый, он начинает действовать. Знаете, друзья, часто, ну так бывает, что люди, они хотят видеть результат. Они как бы даже молятся. Но как будто бы ничего не происходит. Как будто Дух Святой, ну что-то, ну как будто не делал. И я вам скажу, почему это. Дело не в Духе Святом, а дело в вашей концентрации внимания. У многих рассеянная вера. Многие подходят к этому действию, как надежда. А вдруг получится. Знаете, и когда они даже пытаются молиться, но в их разными нету глубокого убеждения, что сейчас это будет результат, то время будет. То есть люди берутся и молятся, Господи, а делаешь ты это или не делаешь. Вот в этом случае, вы поймите, что сила Божья, она двигается по определенным канонам, канонам механизма Духа, действия. Не зря Иисус говорил, если не утомнишься в сердце своем. Понимаете? То есть Бог с нами, но может ничего не быть. Потому что важен принцип, чтобы мы настолько были уверены в результате. Яков сказал, что человек двоящимися мыслями не тверд, да не увидит он от Господа что-либо. Не потому, что Бог жадный. Или так скажет, ой, у тебя, я вижу, у тебя две мысли. Все, нет дела. Нет. Не проявится действие Духа. Действие Духа – это параллельный мир, другое измерение вещей, и для того, чтобы действие Божьего Духа начало работать, нужно, чтобы у нас была одна мысль, убеждение, одно факт, сейчас это происходит. Поэтому, когда мы берем, это не обязательно делать именно так, но когда мы берем за руки, в этот момент вся внутренность наша, мы сами, мы вступаем в некую готовность видеть результат, готовность. И когда мы берем за руки, говорим, отец, спасибо, Иисус, спасибо, ты со мной, ты здесь, и ты это совершаешь, всегда совершаешь, потому что ты любишь людей. И поэтому сейчас я вступаю в этот акт веры, акт ожидания и знания, что когда я беру человека за руки, ты действуешь. Во имя Иисуса Христа будь исцелена. Когда Бог в бытие творил мир, и там написано, да будет свет, ну, знаете, перевод не совсем правильный, он да будет, да будет, или это не да будет. Но когда ты говоришь, будь, и там в еврейском словозначении написано слово будь, будь, появись, будь, будь, исцелена, будь восстановлена, будь возвращена в норму, будь во имя, потому что цена заплачена, потому что это уже произошло. Поэтому сейчас я говорю телу, разуму, так, за что заплачена цена. Аминь. И когда ты берешь так за руки, говоришь, спасибо, Иисус, будь исцелена, жизнь тихи. И держишь некоторое время. Господь, я благодарю Тебя, спасибо Иисус, спасибо Отец, спасибо за то, что исцеляешь, жизнь наполняет ее, течет, производя от макушки до пят, во имя Иисуса Христа. Спасибо, Отец. Аминь. И после этого ты спрашиваешь человека. Я понял, жарка стала очень сильная, удар жара был сильный. В этот момент я говорил, что жар, это не сам Бог. Жар, это тепловой эффект, который появляется во время движения клеток. Сила Божья, энергия самого Господа, она проникает в человек и начинает расшатывать всю вот эту закостенелость, все вот эти неправильные связи. И клетки начинают двигаться, двигаться и возвращаясь в исходную позицию. И во время этого движения вырабатывается тепло, которое мы и ощущаем. Аминь. Проверяйте свою шею. Подождите, боль есть? Вот так боль есть еще. Хорошо, что мы делаем в этом случае дальше? Мы продолжаем. Мы продолжаем. Ведь нигде не написано, что один раз надо сказать или два раза надо сказать. Иисус однажды сказал, это в Луки в 8 главе, что если вдова, если вдова, это учение о упорстве, если вдова получила ответ от судьи неправедного, как, посредством чего? Да она постоянно приходила, помоги мне, помоги мне, помоги мне. Правильно? Но тем более Бог ответит. Он не медлит. Тем более Он ответит. И это вся притча об упорстве. Мы знаем, верен обещал. Верен обещал. И ты действуешь до тех пор, пока не произойдет. Опять берешь за руки. Отец, я благодарю тебе, твоя сила действует во имя Иисуса Христа. Сейчас. Шейный отдел. Дань здоровым. Исцелись. Сейчас. Все подбанки шейного отдела. Выровняйтесь. Встаньте на место. Во имя Иисуса Христа. Смазка. Будь. Во имя Иисуса Христа. Отехандрот. Вон. Крут. Прекратись. Во имя Иисуса Христа. Ведь Иисус это и говорил. Он сказал. Руки поднимись. Встань. Ходи. Он говорил. Деву человеку. Так же и мы говорим. Деву человеку. И Дух Святой осуществляет это. Аминь. Крутите шеи. Легче стало. Как будто разошлись что-то. Что-то произошло. Что-то произошло. И это. Это. Сотрудничество. Взаимодействие с силой Божьей. Вы верите. Вы знаете. Вы говорите. А Господь совершает.